здравствуйте друзья вы видите меня до того как начинается акция по спасению я с утра пришел 5 часов в классе проскакал как собраска вот а дедушки скоро 61 год дедушку надо беречь и вот меня зарядили в эту капсулу сейчас будем включать двадцать первого века собственно уже двадцать первой же да да двадцать первая уже давно 20 в общем короче в эту капсулу зарядили меня я теперь буду спасаться значит сергей мне поставил программу на 15 минут да сейчас мы ее почему-то она называется прилаксация да я даже не знаю я видел в этой программе анну леонидовну которая не разрешила ее снимать вот и у меня не было ощущения что нас сильно релаксируется что же у меня снизу у меня шторы подбородок будет вот я но у меня с пультом неудобно было пулька конечно тут не не то чтобы там как-то на гулянку вышел но так вот я больше люблю когда по ногам фигачит но вот здесь она мне вдоль позвоночника ой 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 в районе лопаток в районе лопаток хорошо берет там какие-то болевые точки хорошо идет по полевым точкам у лопаток у лопаток идет от души если бы у меня была такая грудь объемистая она бы вздыбилась вот а сейчас такими маленькими колотушечками колотит так попеременно вдоль позвоночника сверху а теперь пошла еще по ногам по ногам пошла и в руки пошло сли в левую пошло какими-то воздушными мешками левую руку гоняет у меня такое ощущение что она ее сжимает со стороны пальцев и потом так как-то подушечка надувается и такой же лишь она из пальцев кровь выталкивает в руку но потом отпускает и свежая заходит то есть есть такие упражнения для машинисток когда вот устала машинистка так она под кровь гонит от пальцев в руку а потом тоже так более свежие ой 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 по лопаткам пошло кулачками кулачками ходят хочу там показать я программу показываю то что делаю я друзья как в белой рубашке как благородный дом ой 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 хорошо хорошо все-таки здорово еще приятно когда немножко так побаливает значит так это на грани какой-то какой-то есть в этом кайф кайф такой да в принципе много массирует в принципе она регулируется на на три измерения можно и по ширине и по глубине и и вот насколько она выбирает тоже то есть там есть три измерения если допустим сильно выпирает и делай бумажки то это по идее даже должно регулировать как-то да здесь много программ встроенных так что как бы даже знать ничего не надо а можно самому себе там создавать конкретно тогда на даже можно выставлять где-то точку плюс минус интенсивность каждой точки массировать и целую программу составлять под себя и тогда она будет конкретно под человек это все запоминать можно я думаю что да жалко друзья не отдел я никакой головной убор из нашей коллекции так для зрелищности но вы знаете что я есть ощущение что я оживился а то как ты устал устал правда устал 5 часов 5 часов урок я первый раз живет урок я обещал рассказать значит вел урок по новой схеме и конечно это от преподавателя требует большие беготни если раньше я так стоял там по презентации но или просто рассказывал то здесь там уже надо там по компьютерам побежаться надо группа оказалась небольшая к счастью да там человек там 25 может но это не 30 и даже не 35 поэтому с 25 это просто как праздник работать вот и так она неплохая группа неплохая хотя немножко может быть неактивная но умелая умелая то есть там половина группы просто очень быстро все делают хорошо был даже вот интересный иксидент такой парнишка нашел ошибку на страничке мы ее всем классом да да каждый класс там эту страничку тестирует так он там нашел ошибку который никто никогда не находил я думаю но нифига себе вот то есть вот люди видят что-то такое молодой парень а может случайно ну что значит случайно но увидел до него там может человек 700 800 не увидели случайно может тысячи может полторы не считал многие люди структурное или грамматическое но там есть на экране на экране есть результат поиска да то есть там инвойс да у тебя инвойсы и там задаются параметры поиска они видны на экране и задают и виден результат так вот когда задается параметр поиска так он говорит дайте мне инвойс от 100 долларов до миллиона долларов и там не долларов в смысле центов нет то есть там целочисленные до 100 долларов и целочисленные миллион миллион и лейбл который к этому полю потому что мы ожидаем от лейбл что он говорит в каких единиц это он скобочках мог бы сказать там доллары доллары с центами там там и так далее но но там нет ничего не сказано а когда ты смотришь на результаты он показывает что он там принес он показывает инвойсы вот эти с долларами и центами и паринга и смотрите как это не inconsistency непоследовательный формат употребляется здесь вообще непонятно там но центов нет но не в явном не в неявном виде нет центов а здесь явно виде есть центы и это вот такая интересная фишечка была то есть сколько народу смотрела на это на все никто не сказал что тут есть какая-то проблем шаблончики не хватало формата центов поисков в поисковом поле мы не знаем что там произошло но в случае это пусть программисты ну да но существенно что парень увидел и молодец я я уже отвык от того что находят там ошибки новые то что было время там каждая группа находила что-нибудь а сейчас так они обычно ой-ой-ой меня сжимает с двух сторон оно видно тут надувается в плечах да да значит и ой-ой-ой-ой тоже вокруг лопаток надо сказать что по лопаткам ходит исключительно хорошо и под лопатками и и по ногам что-то невероятное что-то невероятное и снизу стопы и сверху а сейчас вот эти полоточки а из-под лопаток они ниже пошли уже туда не на крестец но приближаются достану сейчас пультик посмотрим что он делает теперь в тазу начинает сжимать ой-ой-ой-ой воздушными подушками воздушными подушками но вообще кайф конечно прекрасный я хочу сказать ребят если кто-то из вас не читал книгу под названием четвертый позвонок вы читали нет значит есть такой финский писатель его зовут марти ларни слышал вот этот марти ларни значит он я не знаю что он еще написал на четвертый позвонок читала вся страна я имею ввиду ссср и лежала в лежку значит это очень интересная книжка я не хочу ее описывать она очень смешная так вот там история в том что финн один после войны его занесло в америку и он так как-то получилось что его взяли ассистентом к врачу хиропрактору даже там конец сороковых там начало 50-х я не уверен сейчас уже не помню молодой был ну и в общем и вот там вокруг этого хиропрактания и там был такой эпизод который мне напоминает вот эта ситуация значит пришел человек какой-то этот финн ему отстукивал то и там было так больно что он орал а он на костылях пришел значит он орал кричал то в конце концов он сорвался и убежал от боли вот а потом через там 15 минут пришел вернулся за костылями и записался на следующий вот так что вот я с чем я говорю что я вот чувствую что так ой 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 многие болячки у нас в голове в первую очередь но он не размассирует да но четвертый позвонок же так он размассировал что он даже забыл что у него костыли надо но это правда то есть он что-то же ну да тут у него конечно доминирующая какая-то линия возникла который угрохал и все остальные то есть такая и скажем так не экстремальный какой-то как назвать экстремальные положение вещей которое заставило забыть про свою травму ну конечно если допустим тебя болит нога там чешется нога тут тебе по голове чем-то дали ты конечно уже забыл что она чешется то есть это называется клин клином вышибать это как в современном фильме кто сейчас смотрел то есть сериал делают сделают снимают сейчас сезон очередной шерлок и там ватсон шерлок ну английский великобритании не помню да да по моему какая-то из них там и это шерлок современные варианты современная вариация шерлока и там вот как раз про когда ватсон приходит с войны он там то ли в афганистане был то ли в раке но он там врачом был он врачом был и у него было ранение он ходил с палочкой хромал и в один момент когда там была какая-то экстремальная ситуация забыл что ему нужно палочкой побежал ему шерлок сразу сказал там что-то говорю что твоя травма это твоя травма вот здесь тебе палочка на самом деле не нужна ты ходишь хромаешь только из-за того что тебе кажется или там как-то вот я не помню это еще в первом сезоне уже сняли 4 это мне что вспомнилось вот похожая ситуация когда человек люди доходят только такое но я продавал 4 смотрю но это я тоже как бы не смотрел все четыре сезона буквально недавно попался мне решил посмотреть друзья я знаю что вы мысленно со мной вот мысленно а глазами вспоминают юлю мысленно ну друзья не все же не все коту масленица этим самым молодухом дедушкам тоже надо иногда мы таких юлей мы их воспитывали вот рожали когда-то потом воспитывали ну она 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 героически снималась в этом сюжете она молодец все выдержала да да она так хорошо мне даже вот там большое человеческое спасибо сказали вот за за сюжет с юлей она жизнерадостная веселая такая солнышка у нее все здорово будет я думаю в жизни муж потрясающий парень очень хорошая пара приятно что вот есть такая молодежь очень приятно ноги массирует и массирует без перерыва до ступни даже можно сказать так ну надо сказать что действительно вот самая отдача это в ногах до тех пор пока не становится сильно больно под лопатками да когда под лопатками начинает серьезно фигачить уже забываешь о стопах пошел вот сейчас я бы цыганочку делал не было у меня чем это как-то в анекдоте не помню как суть да там человек пришел говорит у меня у меня там бог болит бог болит он дал ему слабительное ничего забудете про то что у вас бог болит что-то какая-то там вариация я не помню все-таки медицина может помочь если креативненько подходить здесь бы отрезали чем бог не болел а там переключили внимание мозги переключили все вся боль то в мозгах по сути до сигналы возвращаясь к уроку который я вел я обещал искать что там получится значит мне немножко времени не хватило я думаю что мне не хватило часа по моему плану потому что когда я уже увидел что там времени мало на то чтобы скрипт делать я его фактически написал не написал руками я если бы я описал руками впечатал то я бы по ходу дела комментировал что происходит а поскольку этой части не было то я просто скопировал туда там 5-6 места нужно было подправить чтобы скомпилировалось и она запустилась но народ как бы под аплодисменты я просто с первой начал аплодировать но все подхватили в общем она отработала был тест кейс на то чтобы залогиниться так сказать в систему и отписаться допустим ну то есть когда вы поняли что залогинились проверить успешность логина в консольном окошке и в общем тут я сорвал аплодисменты но я то хотел во первых чтобы в плечи пошло жать я то хотел чтобы я его писал этот скрипт и чтобы мы обсуждали что мы собственно пишем я хотел чтобы они видели когда ты точечку ставишь там после объекта но чтобы те методы показал чтобы было видно как много всего мы бы так поболтали на эту тему но не получилось и я хотел чтобы они уже в классе сами себе это все напечатали я даже я на самом деле когда я говорю что мне часа не хватило может быть я привираю то есть может быть мне не хватило больше чем часа может быть больше поэтому посмотрим но вот я теперь знаю что мы будем делать на уроке 9 марта когда у меня будет первый урок в классе именно по селению то есть это не будет класс по тестированию где бы на разные темы поговорим а это будет класс именно по автоматизации и я думаю что как раз там мы один скриптик успеем и туда и сюда и они поделают и в общем то может быть даже если время останется мы изменим способ верификации то есть сейчас я смотрю по url до которой перебросилась после логина а так можно например искать по верификацию делать потому что появилась надпись там привет вася плюс можно тип верификации посмотреть поменять но это уже вот так что друзья медленно пошел медленно сейчас он как бы заканчивает программу про это он пишет опускает да 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 он возвращает в исходное положение ну вот все программа закончилась до 15 минут на вы не заметили как мы тут а что 15 минут было да это ровно 15 минут про хорошо давайте меня вернем давайте сейчас я возьму позовое состояние на пультике есть кнопка до которая если ее нажать сейчас я продемонстрирую и вот все нажимаем и но все да не хватает роста показать что от девочек которые у нас тут тоже участвует я отличаюсь тем что они все в белых носочках а я в темненьких ну вот а удовольствие может быть и не меньше все друзья счастливо мы возвращаемся к жизни